Здравствуйте! Арсений Селезнев Зиробой. Вот такая вот у меня старая груша. Верхи я не обрезаю, он мне еще понадобится. Значит, первая прививка была вот на таком уровне. Вот этот ствол привит, а это подвой или как он там называется. В общем, вот это моя первая первая прививка. Вот такая вот. Это сделано нижнее получается груша яблока, такие твердые плоды кругленькие, такие небольшие. Значит, здесь я сделал по острый срез где-то градусов 20-30. Вот так вот, как можно более острый. Внутрь накапал корневина и примотал вот таким вот скречем. Сверху был надет кулек и вот так вот хорошо получилось. Но не все у меня получились. Значит, верхние ветки буду постепенно обрезать, чтобы сюда пошел сок. Вот здесь у меня, по-моему, сорвало эту кулек. И здесь я не уследил, надо было обрывать вот эти вот, чтобы через них сок не шел. На них сок не шел и не было потерь, чтобы все шло сюда. Вот оно было наклоненное и из-за этого оно неплохо пошло. Да, еще сразу скажу, что забыл вначале объяснить. Сначала я примотал хб ниткой первично, а потом уже проматывал скречем. Так. Вот так я наклонил ветки и потом они стали расти вниз. Раньше они росли вверх. Вот еще одна ветка. Довольно хорошо пошла. Вот видно тут привито. И вот видно тут снизу. Тоже дало прирост очень сильный, мощная такая волчковая ветка. Вот я рекомендую все-таки брать вот такие волчковые ветки. Такие вот, которые растут вверх. Приблизительно такого же размера была, как и сама ветка, поэтому я ее выбрал. Можно было выбрать другую, но выбрал эту. Естественно, что эти все буду удалять. Начну с вот таких вот. Те, что в рост идут. Потом дальние. Ну и останется только вот эта ветка. Естественно, что когда пойдут волчки уже с самого низа. Постепенно буду угнетать. Пойдут с самого низа волчки. И тогда уже на них перевью напрямую. Можно ближе. Вот здесь. Да, вот видно нитку. Такую взял хбшную ненужную. Это почти не пошла. Как-то оно так не пошло. Видно, что тут снизу этот волчок пошел. Вот он начал расти. Вот тут почка на волчке. И вот здесь вот так вот слабо очень. Хотя сюда я заливал корневина очень много. Тут он хорошо заходил. Может еще пойдет. Не могу точно сказать. Вот видно тут. Такая еще спящая, полуспящая почка. Я считаю, что это неудачный вариант. Надо было какой-то более-менее удачный. Но длина, то есть диаметр был почти похож. Поэтому я взял такую ветку. Ветку. Молодую, рослую. Что я могу сказать. Рекомендую использовать верхние волчки. И вот такой вот хороший. Вот такой вот веник получился сверху. Хорошо пошло. У меня получилось привить 6 из 10. Может это благодаря корневину. Может благодаря тому, что одел кульки сверху. Может благодаря тому, что скречем. Но есть и изолентой примотал. Изолента приматывалась плохо. Был почти мороз. Изолента была не синяя, а черная. Тоже. Ну в общем там тоже выжило. Так что в принципе если делаете, то делайте сразу много. Это я рекомендую вам. Вот тут видно. Вот. Еле-еле зеленые. То есть старайтесь те, что вверх. И поближе к основному стволу. А теперь о самой удачной моей прививке. Вот ветка. И вот такая вот она кучерявая осталась из-за того, что здесь был надет долго кулек. Я не снимал, смотрел и все время сокрушался, что здесь плохо растет. Ну здесь пошло хорошо. Здесь получается самый нижний волчок. Вот он где-то здесь начинается. В самом низу ствола. Вот это его. А вот, вот такой приблизительно угол, которым я отрезал. 35-25-20 градусов. Точно сказать не могу, но где-то так. Вот такой он длинный был. Такой длинный. Тут около метра. И в него больше всего соков пошло. Вот здесь видно. Пошло плохо. Диаметры разные. Вот так вот оно. Еле-еле, в общем, эти почки как спящие получились. Так, что еще? Тут прямо из ствола пошло. Но тоже, тоже почки очень слабые. Значит, почему из ствола пошли? Потому что я отрезал вот эту ветку. Она была над ямой, поэтому пришлось ее срезать. И вот такие вот волчки пошли. Молодые и сильные. Поэтому, если у вас есть крупные ветки, одну из них отрежьте. И пойдут волчки с этого ствола. И к ним можно будет привить. Вот мой первый, самый первый вариант. Здесь черная изолента, нитка. Примотал ниткой, а потом черной изолентой. И видно, что две почки активно, а остальные так слабенько. Я здесь хотел привить, но пришлось прививать сверху. В общем, где-то еще есть у меня на этом дереве. В любом случае, если хотите, чтобы были волчки, обязательно обрезайте вершину или середину. Так, чтобы груша могла пойти или частично. В общем, частично должна быть обрезка довольно сильная. Вот когда-то я тут волчок пошел, тут обрезал и он пошел во все стороны. Это хотел омолодить, но мне передали с хорошей груши прищепы. Такие, и я их привил. Так что, перед тем как прививать, постарайтесь омолодить грушу частично хотя бы. Сильно обрезать нельзя полностью, потому что может просто засохнуть дерево. А просто засохшее дерево это просто дрова. Да, груша она красивая, качественная получается, но лучше не перестараться. То есть обрезать, вот например, я обрезал эту ветку на такой высоте и пошло вот столько волчков. Видите, вот столько волчков. А когда обрезал тот ствол, пошел вот тот большой. Ну и там со ствола. И здесь тоже вот пошло. Здесь, здесь, здесь. Вверх там получается вот дупло побито этим дятлом. Вот тоже дятлом побито. Сейчас попробую показать. Да. Вот. И вот. Так что пришлось это сделать. Ну и груши здесь, это лимонка она называется или как, в общем, что. Они маленькие. Падают и все. Сорвать их. Как только еще зеленые, они твердые, как поспеют, падают и все бесполезно. Внутри много такого, я его называю, песок твердого материала. И если обрезать, то остается вот такой тоненький слой, что его можно кушать от шкурки. То есть не годится. Так что, кто хотел попробовать, но боится, в принципе, это делать можно. Делайте сразу много. Ни один, ни два. Делайте сразу несколько. Вот я сюда привил. А надо было прививать или сюда, или сюда, сюда. В общем, куда-то в верхние. Видите, нижние они плохо пошли. У них мало пошло сока. И поэтому они такие слабые. Вот тут, наверное, можно снять. Защиту. Арсений Селезневзировой. Как вы видите, вот этот получился самый лучший на этом дереве. И теперь можно будет уже это дерево постепенно укорачивать. Здесь, если защитить эту ветку, то это дерево можно будет укоротить до самого низкого уровня. Приблизительно вот так, да? Ну или вот так. До места расщепления. Раньше я обрезал вот такие ветки. Думал, что оно пойдет в стороны. Но, видите, не пошло. Так что с грушей надо быть аккуратным. Вот тоже обрезал. Получилось, что оно просто вышло и засохло. Так что будьте аккуратнее с грушами. И старайтесь прививать сразу много. Арсений Селезневзировой. Вот такие вот мои первые, можно сказать, опыты в этом деле. Хотя я их смотрел много, но вот так оно все получилось. Сейчас попробую показать издалека. Вот это дерево. Вот оно такое проблемное. Тут у меня газ идет, а с той стороны провод. Сейчас попробую показать. Вот там у меня провод идет. То есть получается туда провод, сюда газ. И слишком высокое дерево. Боюсь, что оно может упасть. Поэтому придется еще вершины подрезать. Укорачивать. Вот так хотя бы укоротить надо будет. Ну а так, после прививки, это можно сказать, культурное дерево. Просто выкапывать, срезать и садить новое. Ждать пока оно вырастет. Не имеет смысла. Тут хорошая тень от него идет. Да и плоды какие-никакие все-таки тоже даются. Ну и древесина с него. В принципе можно что-то сделать. Какие-то поделки с вот таких вот крупных стволов. Вполне можно сделать. Как я его спиливал. Тут с помощью лебедки, лестницы, лебедки, веревки. В общем все есть на моем канале. Посмотрите там. По-моему все о растениях. Если я не запомню этот плейлист. Или может какой-то другой. Там посмотрите. У меня много плейлистов. Много всякой информации разной. Тематической. Поэтому смотрите. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok